доброе утро доброе утро кто присоединяется сейчас девчонки закреплю свой аккаунт привет привет так секундочку все прикрепила привет привет как вас сразу много не спите сейчас натянем перчаточки и начнем с вами сразу же работать потому что потому что эфир у нас будет не маленький но я очень очень постараюсь в два часа уложиться вот потому что на эфирах мне приходится работать медленно немножечко из-за моей связи отвратительное но и чтобы вам получше все показать чтобы все было видно девочки во время эфира на комментарии я не отвлекаюсь потому что они меня сбивают во первых во вторых если я буду еще во время эфира отвлекаться на комментарии да то я полдня здесь просижу вот поэтому минут за десять до до окончания часового эфира я обычно смотрю комментарии если у вас возникают какие-то вопросы по ходу вот то я на них отвечаю поэтому если вам что-то в течение эфира непонятно вы пишите комментарии в конце эфира я обязательно прочитаю и отвечу и так чем мы сегодня займемся сегодня мы будем декорировать шкатулочку в винтажном стиле делать к ней ножки ножки будут мастичные но также такие ножки можно сделать из пряника я сейчас как раз снимаю урок тоже винтажная шкатулка будет с пряничными вензельными ножками будем декорировать шкатулку будем ее тонировать сложная тонировочка будет будем делать розочки вот такие надеюсь вам видно и слышно хорошо да вот такая вот она начнем у меня уже заготовочка есть квадратная шкатулка к ней приклеены ножки и крышка крышка у нас идет с фиксатором то есть вот смотрите да она не сваливается со шкатулки даже если вы его так поставить фиксатор ее держит фиксатор это вот такая квадратная рамочка с отверстием в середине то есть в принципе это такое же но только немножко меньшего размера и для облегчения конструкции я в ней вырезала серединку от пекла подпилила чтобы она поровнее было и приклеила теперь смотрите да вот эта шкатулка у меня оформлена при помощи трафарета от любимого ком вот такой трафаретик так чтобы не публиковала такой для чего у меня нет коврика до перфорированного я пику на силиконовом когда у меня стенки более-менее до ровные изнанка у стенок то я просто их покрываю венгер к и не мучаюсь вот ну бывает такое специально даже здесь вот оставила на крышке добывают вмятины провалы от силиконовых ковриков кто печет на них все прекрасно об этом знаете поэтому чтобы задекорировать немножечко такую крышку изнутри я заполняю провалы айсинга и базовым айсингом и далее айсинг распределяю просто по крышечке мастихином как вот вы на бутерброд масло намазываете вот таким образом айсинг просох я его терочкой немножечко зашкуриваю я не убираю вот такие вот неровности они очень прикольно смотрятся далее приклеиваю фиксатор и просто краской тонирую здесь у меня коричневый коричневый с красным шоколад немножко черного немножко белого вот и также я прорабатываю донышку шкатулки до чтобы здесь тоже изнанка пряника как бы красиво смотрелось здесь у меня пряник тоже изнутри он с провалами то есть если его покрывать венгеркой то шкатулка внутри будет некрасивая именно вот эти бока что можно сделать можно перед тем как склеить шкатулочку до базовым айсингом через трафаретик нанести вот такие узоры различные высохнет и склеивать что еще можно если нет трафаретов можно оформить внутрь внутреннюю часть шкатулки гибким кружевом тоже его приклеить и очень красиво смотрится и никаких вот этих вот косяков с провалами туда-сюда видно не будет поэтому вот такой вот вам небольшой лайфхак да если у вас нет перфорировано перфорированного коврика как убрать вот эти вот все неровности с изнанки пряника именно в таких работах шкатулки и так далее где вот что-то открывается до видно внутренности кстати вот эту часть крышки тоже можно было оформить трафаретом но я что-то уже айсингом начала поэтому сделала таким образом так давайте мы с вами начнем с крышки мы ее затонируем до сделаем розочки мне конечно это будет не очень удобно потому что нужно время чтобы венгерка у нас подсыхала а потом займемся уже нижней частью будем ее тонировать делать вензельки и в это время у нас уже айсинг немножечко подсохнет и очень аккуратно я розочки эти затонируем так что нам нужно для работы да еще смотрите такой момент эту шкатулку я делала при помощи скалочки да тоже от любимого ком кора вот такая если такой скалки нет то можно сделать из простого ровного пряника и когда вы наносите венгерку один слой нанесли она вас подсохла наносите второй слой берете шило и сразу же по еще влажной венгерки процарапываете различные полосочки закругления то есть имитируете кору очень классно смотрится и в принципе легко делается да так дальше смотрите что нам сейчас нужно нам понадобится венгерский пищевой лак делается он по такому рецепту один желток чайная ложка сгущенки 1 желток чайная ложка сгущенки да все и диоксид титана либо белый краситель если вы используете диоксид титана он диоксид принципе неплохо растворяется в воде но он очень плохо растворяется в желтке в сгущенке и так далее поэтому если у вас диоксид они белые уже готовый краситель вы насыпаете ну примерно четверть чайной ложки у меня на два желтка идет насыпаете диоксид сначала в баночку добавляете в него примерно пол чайной ложки водички хорошенечко размешиваете чтобы он весь разошелся и далее уже туда желток через ситечко процеженный обязательно и сгущенка все хорошенечко перемешиваете у вас вот такая получается сразу скажу возможно вы видите на камере эту сгущу венгерку белый она не белая она слегка кремовая чтобы она была идеально белая в нее нужно положить немеряное количество диоксида диоксид кладется либо белый краситель для того чтобы венгерка у нас была более плотная и цвет лучше ложился так вот я немножечко сейчас ее разделю в баночку отолью основной цвет у меня будет и далее здесь я еще сделаю замешаю два цвета дополнительно все это я убираю так еще же я хотела подстелить сюда коврик чтобы этот не пачкать девчонки то сейчас все изглаздаю ребят кто присоединяется всем привет за комментариями не слежу да пока работаю все буду читать в конце так теперь смотрите мне нужен цвет примерно морской волны немножечко зелененького и немножко синего добавляю по одной капельки красители у меня местные арабские поэтому их название вам абсолютно ничего не скажет вы уже работаете теми красителями на которых вы привыкли работать да вот достаточно светлый тон морской волны до бирюза у нас такая получилась далее мне нужен цвет еще будет потемнее синенький либо темная бирюза но я наверное сделаю просто синий потемнее так можно еще чуть-чуть чтобы поярче было чтобы наши разводы все-таки как-то были заметны глазу да и просвечивались немножечко так в эту часть я добавлю коричневого в принципе да в принципе если вы располагаете временем то вы можете нанести основной то в два слоя до на шкатулку и далее тонировать уже венгерку при помощи красителей так как в эфире у меня времени мало то я все буду делать при помощи венгерки сейчас разойдется у меня тут краситель можно еще добавить сюда немножечко красненького чтобы цвет был поинтереснее по шоколаднее поярче так выдавливайся девочки сегодня на эфире я как обещала разыграю свой онлайн курс пряничная сказка не могу вам сказать точно когда это произойдет но будет это происходить следующим образом то есть я просто скажу разыгрываю пряничную сказку вот и вам нужно быстренько написать будет хочу в пряничную сказку первые комментарии я за скриню и после эфира выложу к себе в stories отключать комментарии не буду потому что у всех разный интернет и в общем то были у меня уже казусы с этим не хочу больше связываться поэтому кто первый напишет того и приз а также в конце эфира я дам вам информацию о моих новых уроках и конечно же по традиции в своих прямых эфирах я даю большие скидки на эти уроки все вам расскажу поэтому очень советую до конца меня дотерпеть смотрите венгерку мы наносим и немножечко втираем в пряник чтобы она у нас не текла не капала и быстрее сохла венгерку можно сушить как на столе при комнатной температуре так и в духовке в духовке мы и сушим на 50 градусов в течение минут 5-10 больше не нужно она очень быстро сохнет венгерка абсолютно безопасно то есть она высыхает в ней никаких микробов не остается помимо этого она вкусненькая на сгущенки чем еще можно эффект старины усилить если у вас нет скалочки даут рельефный такое можно делать венгерку на обычном молоке то есть такие же пропорции 1 желток 1 чайная ложка молока и диоксид либо белый краситель такая венгерка после высыхания дает трещинки поэтому если хочется как-то дополнительно усилить шушь я работаю я не знаю его папа унес тихо все закрой дверь да на работу у нас извиняюсь у меня на эфирах весело дети лежат вечно я сейчас работаю девчонки и венгерка у меня естественно не просыхает да но когда вы делаете это самостоятельно уже дай располагаете временем каждый слой венгерки должен быть просушен каждый слой венгерки должен быть просушен так основной тон я нанесла так теперь кисточку кисточку помягче кругленькая кисточка мягко спасибо за ваши лайки так теперь берем синенького и просто беспорядочно его наносим много наносить не нужно потому что будем растягивать кисточкой и у нас вам хорошенечко растянется все берем ту же верную кисточку и протягиваем цвет где-то цвет может быть поярче где-то он может быть посветлее то есть тут вы уже регулируете самостоятельно как вам хочется сделаем немножко поярче не вообще как сорока люблю яркое все что блестит и яркое то моё как говорится да у нас получился красивый уже переход от цвета к цвету дальше так же я буду работать мягкой кисточкой возьму кисточку побольше это у меня восьмерочка и тут я уже перейду к коричневому кисточку а салфеточку протираю чтобы много на ней не было венгерки и смотрите горизонтальными резкими мазками я буду тонировать край то есть я сильно прикладываю кисточку краешку и делаю взмах и при этом у меня кисточка уходит вверх на самом конце вот этого вот маска по одному месту тереть все время не надо потому что на несколько раз будем тонировать и все у нас замечательно прокрасится где-то больше где-то меньше где-то уходим мазками к серединке в принципе можно что сделать можно подтереть просто терочкой да как многие это делают краешки либо посрединке сделать такие шероховатости ну в этом варианте в сегодняшнем я это делать не буду я буду тонировать именно венгеркой по венгерке эффект получится ничем не хуже все вот эти вот потертости ободранности вполне можно имитировать при помощи либо тонировки краской либо венгерка по венгерке помимо этого много времени да у вас экономится венгерка сохнет быстренько когда вы красите венгерку это касается и просто тех моментов когда вы работаете красками да у вас кисть не должна быть ни сухая не полусухая вернее не мокрая то есть нужно найти оптимально золотую середину потому что если кисть будет сильно сухая венгерка будет скатываться не то что скатываться вы просто слой венгерки будете снимать вместе с кисточкой если она будет сильно влажная она может растекаться чуть-чуть черненького добавлю чтобы поярче цвет был потемнее вернее если кисть будет сильно влажная то и красители и венгерка будут растекаться могут быть капли некрасивые подтеки и так далее поэтому здесь важно найти золотую середину также важно не мазюкать сильно кисточкой да по одному и тому же месту этим вы также краску сдираете и венгерку саму с пряника очень очень легкими движениями все вот это делается краешки я затонировала теперь могу немножечко пройтись к серединке к серединке я иду вообще практически не касаюсь пряника очень 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 легко мне конечно хочется сейчас сделать вот эти боковые затонированные коричневом части потемнее но нужно чтобы она хотя бы немножечко подсохла потому что очень мокро уже у меня здесь честно говоря ну я как-нибудь постараюсь я постараюсь так я наверное замешаю еще немножечко прям сделаю черный с красным чтобы контраст был я могла работать девочки еще хорошая новость на сайте любимого ком появился полный набор формочек по данной шкатулке то есть я снимала размеры и сделали формочки то есть там и для фиксатора и стеночки крышечка и донышко все подогнанное очень удобно только только она появилась поэтому ловите момент как говорится еще потемнее немножко форма крышки вот такая она очень актуальная она красивая она подойдет не только до как крышка у шкатулки но и для простых пряников обычных поэтому универсальная будет вот теперь еще добавлю потемнее то есть у меня практически края все темные и понемножечку в серединку я это дело затеняю вот очень-очень легкие горизонтальные мазочки и все будет замечательно можно взять маленькую кисточку сейчас найду тоненькую да такую кисточку тоже лишнюю венгерку в салфеточку протереть и немножечко добавить акцентов там где у нас вот эти вот всякие завитушки от коры немножечко их обозначить но это не принципиально это не принципиально просто немножечко обозначить больше рельеф так когда у нас венгерка просохнет мы крышечки еще вернемся и дополним ее еще белым белыми акцентами и немножечко под золотим так как сделать чтобы вот да что у меня есть на данном этапе вот так я ее затонировала да вот смотрите здесь у нас еще есть и кондуринчик да и какие-то белые акценты где-то которые также придают стоя старинности винтажности но это все нужно делать уже по сухой венгерки не по мокрой так пока у меня значит пусть она немножечко подсохнет так вот тут вот еще потому что красила с обратной стороны эта часть не не была видна косячок прикрою подможу краешки таким образом и пусть она у меня сейчас подсохнет а мы пока сделаем с вами что мы с вами сделаем замешаем вернее ой ой хорошо ничего не разбила замешаем айсинг для цветочков для цветочков айсинг будем использовать кусабельный то есть он достаточно хорошо кусается не так как обычный замесила я его буквально перед эфиром за час и сейчас я вам расскажу расскажу значит смотрите кусабельный айсинг это смесь определенных продуктов которую вы закладываете в дежу миксера до в определенной последовательности и очень хорошо взбиваете то есть кусабельный айсинг он взбивается долго не менее 7-10 минут а то подумайте 70 минут еще вот за счет этого и других ингредиентов он получается очень легкий объемный плотный но при этом он мягкий с ним очень удобно работать то есть по своей структуре по своей структуре он напоминает меренгу кто делает без и вот очень очень он похож после того как такой айсинг немножечко у нас постоит даже хотя бы там полчаса час у него начинают лопаться вот эти пузырьки воздуха которые мы к него нагнали он немножечко оседает и становится похож на плотную пену такую да это легко исправляется путем вымешивания хорошенечко вы мешали до гладкости если чувствуете что айсинг да вам не то что жидковат а мягкий слишком до для цветов для листиков и так далее то его в него добавляют крахмал не сахарную пудру а крахмал также девочки смотрите много крахмала добавлять не нужно он станет очень плотный и работать с ним будет тяжело вот то есть вот такая консистенция айсинга я ее вымешала он плотненький он хорошо держит пик и при этом он чрезвычайно мягкий и удобно с ним работать очень но но для цветочков я бы сюда добавила еще немножечко крахмала еще немножечко потому что мягковато понемножку добавляем буквально вот по четверти по половинке чайной ложки хорошенечко перемешиваем и смотрим окрашивать айсинг я уже буду после того как добилась нужной консистенции потому что окрашивать я буду только часть айсинга маленькую и я буквально слегка его перемешаю чтобы он был в разводах в таких вот симпатичных и розочки красиво смотрелись и чтобы у нас не было сильно много работы с тренировкой потом потихонечку замешиваю смотрю девчонки на сайте любимого ком да по промокоду на у пишется он английскими буквами то есть м о w now в течение суток после эфира вы можете купить формы трафареты и штампы в течение суток со скидкой 15 процентов вот после эфир чека можете бежать на сайт и покупать то что вам хочется со скидкой так еще немножечко для таких цветов нам также понадобятся две насадочки я покажу насадка роза прямая и насадка роза у которой краешки закругленные с двух сторон и для листиков также прямая розочка нам понадобятся для листиков прямая вернее а для цветочков закругленными кончиками вот до меня такой вариант устроит он еще лучше держит форму но при этом еще он у меня мягкий то есть работать мне ему будет удобно теперь что я делаю что я делаю так секундочку но если чищу с ложки чтоб не мешался мне что я делаю дальше беру красный краситель буквально маленькую капельку и отделяю небольшое количество айсинга и немножечко вот так распределяю красочку и далее буквально пару движений ложкой и все чтобы у нас где-то осталось розовая где-то белая вот таким образом и перекладываю в карнете меня карнетики насадка для цветочков вот такая вот полукруглые кончики у меня здесь выход 12 миллиметров людей мы будем делать розочки так сейчас девчонки это в карнет уберу и эти остатки тоже не сразу же замешаем айсинг для листиков чтобы нам к этому сто раз не возвращаться вот он такой получается чтобы не бликовало как поставить в разводах разноцветный симпатичный закрываю карнетик на скотч его можно сразу посмотреть консистенцию какая она выходит до посмотрите очень классно держит форму и легко работает с не салфеточку и замешаю зелененький 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 айсинг вот видите он постоял и вот как густая такая вот пена становится просто не знаю насколько это в камере видно как пенка такая просто если например аналогию делать между чем мыло да вот руки вам вылите у вас такая вот активная пена на руках оставьте вы эту пенку немножечко постоять и она у вас будет оседать пузырьки будут лопаться да вот эти вот воздушные то же самое и с айсингом но за счет того что здесь есть все таки сахарная пудра и здесь есть крахмал она у вас в водичку не превратится реанимировать ее можно вот обычным перемешиванием и добавлением крахмальчик а такой айсинг может храниться в холодильнике до пяти суток да но я всегда делаю свежие не никогда вообще айсинг не храню никакой не кусабельный необычный не люблю работать не свежим айсинг мы просто здесь я сразу для листиков буду окрашивать потому что здесь не в принципе нужен однотонный цвет что-то так 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 черного я конечно набузовала сейчас уберу листья черные получится здесь у меня зеленый и черный до чтобы цвет получился потемнее так таймер я поставила на эфир потому что через через час эфира меня почему-то убивает все время мне еще нужно будет посмотреть ваши комментарии видите у нас какие плохие красители их льешь 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 неплохо окрашивается очень то есть для каких-то светлых оттенков да они классные дают красивый оттенок а вот потемнее что-то сделать конечно уже проблемам где у меня тут был кусочек черненького добавлю еще можно девочки на данном этапе то что я вам объяснила и показала все ли было доступно и понятно если все понятно пожалуйста дайте обратную связь вашими сердечками если что-то непонятное эфир идет 37 минут то пишите комментарии пожалуйста и я скоро на них отвечу еще хочется потемнее потемнее хочется такого болотного цвета потому что шкатулка винтажная до состаренная и какие-то вот супер яркие оттенки на зелень и на цветы в принципе не очень нужны здесь спасибо девочки за ваши сердечки краем глаза вижу это радует где брать идеи для цветочков да на такие шкатулки очень много вариантов на пинтерест да например можно найти в декупажных всяких вот рисунках очень много винтажных картинок именно вот с розочками с другими цветочками можно оттуда брать идеи смотреть на картинку и уже соответственно делать на шкатулке если глазомер хромает либо что-то боитесь то на шкатулке да можно когда венгерка просохнет наметить себе рисунок просто кругляшками либо вальчиками да где у вас там будет бутончик располагаться где цветочек будет располагаться там тут кругляшок там овальчик вот и вы уже будете по этому ориентироваться что такое никак не хочет краситься конечно столько я сюда краски уже набусывала и у меня айсинг стал вообще непригодным до для листиков поэтому обязательно я его здесь буду крах мальчиком дорабатывать вот принципе цветка у меня получился такой полотна и на камере конечно яркий как обычно и потихонечку я буду крах мальчику сюда замешивать сейчас как раз пока до мешаю вот пойду отвечать на ваши вопросы вот и во втором эфире мы с вами цветочки отсадим до 5 я проболтала весь эфир и ничего толком не сделала еще немножко можно на листике в принципе можно сделать немножко помягче консистенцию вот если вы хотите их супер и рельефными какими-нибудь то конечно такая консистенция как и на цветочки будет ну учитывайте то что из этого айсинга нам еще нужно сделать кое-где скажите мне стебельки поэтому можно конечно отложить себе немножечко необходимой более мягкой консистенции для стебельков вот и дальше уже загущать крахмалом так немножко я возьму для стебельков здесь у меня просто карнетик без насадок вот здесь девчонки извините мне муж ее пытался сплющить поэтому она такая вот погрызанная у меня вот это не сплющил нормально какой-то металл тут общем обычная насадка роза здесь тоже 12 миллиметров выход попросишь мужа вечно что-то испортит дома куни ту купит то насадку испортит когда у самой силенок не хватает согнуть то приходится просить и заворачиваем карнетики и оставляем их ждать своего часа 41 минута ну еще можно минут 10 поработать на давайте еще поработаем чтобы не тянуть не затягивать вернее фирме и вас долго не держать так что у нас тут с венгеркой ну вот она немножечко просохла но еще конечно липается немножечко я как-нибудь аккуратно постараюсь постараюсь давайте мы начнем с лепесточков до с лепесточков как как-нибудь подождите вроде тут должна увеличиваться девочки вот так вот не сильно размытая вам картинка я просто поближе хочу сделать чтобы вы видели если изображение хорошее так то сердечки мне поставьте я начну работать сердечки пошли отлично значит кисточка у меня здесь плоская вот такая вот кошачий язычок немножечко влажная но у меня чуть-чуть водички смочила и протерла влагу брала теперь делаем мы что делаем мы сначала я обычно еду от меньшего большему то есть я начинаю располагать бутоны где они мне надо потом я делаю цветы и потом уже всякие листочки так ну давайте с богом как говорится вот отсадили первый лепесток то есть я сначала иду знаете на руке еще попробую показать я вот приложила насадку давлю немножечко приподнимаю и сразу же вытерла ее далее иду с другого края вот отсюда уже приклеилась обернула бутончик и отсюда можно еще сделать какой-нибудь полу открытый листик да вот таким вот образом все что лишнее убрали можно влажная кисточка иуда полусухой вернее поработать над лепесточком да и загнуть его как не будет в разные стороны посмотреть как вам удобнее и красивее будет это дело смотреться так если это было очень близко на руке да мы во втором эфире вернее ваши комментарии почитаю вы напишите если было близко и не видно то на следующем эфире я еще раз покажу только подальше камеру от отмену так но и пошли значит здесь дальше приклеились сделали лепесточек убрали насадку протерли наклон насадки мы регулируем то есть он при создании таких цветов может колебаться как вот практически горизонтального да вот так вот вы держите до практически вертикального и здесь это будет уже зависеть это от того насколько высокие вы цветок хотите получить насколько объемный вот так такой у нас бутончик вышел насадку возьму так насадку протерли делаем 2 точно так же прицепились немножечко приподняли загнули можно делать по 2 чтобы более объемный был можно рукой немножечко водить у кого руки трясутся у того проблем вообще не будет с этим то есть да не нужно ничего имитировать никакую тряску то есть немножечко рукой вот так вот водите давайте еще один сюда прицепим невлажная кисточкой подтираем то что нам не нужно и формируем лепесток спасибо ребят за ваши сердечки еще мне хочется сделать каких-нибудь небольших бутончиков здесь пусть будет цветочков побольше и теперь сделаем одну розочку и я пойду ваши комментарии все остальное уже на следующем эфире на втором так розочки большие как они строятся сначала сначала мы отсаживаем до дальние лепесточки здесь мы насадочку держим практически горизонтально можно сделать несколько там пару тройку рядов все это зависит от того насколько высокую розу вы хотите сделать далее мы здесь сделала бутончик опять серединку то есть вырисовываем здесь насадку можно поднимать повыше когда вы вот эти дуги выписываете до насадочкой и дальше так уж вам видно было дальше мы делаем нижние лепесточки и постель потихонечку переходим вот на эти то есть да здесь у меня насадка уже практически вертикальная ее держу чтобы у нас вот эти вот листочки стояли здесь немножечко насадку делаю уже ниже опускаю и вот и смотрю если мне где-то еще хочется то я делаю еще лепесточек ой залезла в венгерку стерла немножечко также можно подправить до листочки форму им придать красивую где-то приподнять все это уже по вашему желанию вода смотрите вот такая розочка получилась она у меня смотрит немножечко вот вправо туда немножко вправо она смотрит так дождите чтоб не бликовало что вам посвятил на и боже у меня бутончик у меня получился и роза развернута вот справа еще мне хочется здесь конечно розочку сделать здесь еще может быть куда-нибудь влеплю или сделаю одно большое здесь и здесь еще бутончики посмотрю так давайте я посмотрю что вы мне здесь тут написали если написали сейчас до верха на виду девчонки заодно со всеми поздороваюсь еще раз я ж такая некультурная когда работаю ни с кем не здороваюсь потому что носом в пряник смотрю кто у меня девчонки со мной все время не знаю доброе утро доброе утро здравствуйте с кем не поздоровалась кто написал отвечаю сейчас доброе утро здравствуйте из веночка всем здравствовать здрасьте здрасьте привет читаю пока до вопросов не дошла привет девочки у меня тут из школы из курса я вижу спасибо девчонки что пришли подержали здрасьте здрасьте у меня руки еще кривые конечно читаю 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 красота спасибо большое стараюсь люблю делать такие эфиры люблю показывать необычные работы которые классно смотрятся и делаются легко какая красивая спасибо большое крутая шкатулка спасибо вот на этом в принципе на этом принципе основана моя онлайн школа пряничная 3d моделирование джинджер там мы с девочками учимся делать вау пряники сувенирные пряники делаем мы это без инструментов то есть грубо говоря мы делаем пряники из воздуха ну конечно понадобится какие-нибудь минимальный набор насадок и пара ковриков для кружева потому что без этого но никак остальное в принципе можно заменить эфир можно будет потом посмотреть девочки да я эфир буду сохранять ложка столовая чайная гавенгирки чайная ложка сгущенки и один желток сырой желток до сырой и лет привет хочу в пряничную школу если вы хотите в пряничную школу то дождитесь конца эфира будет большая скидка на ее вход вот потом директ директ не напишите привет девочки доброе утро здравствуйте как получить такой цвет вообще сначала эфира я рассказывала и показывала я мешала цвета пожалуйста повторите рецепт венгирки один желток чайная ложка сгущенки какой цвет красивый спасибо какой размер пряника от вот у меня же склероз хотела показать вначале и не показала вот смотрите стенка 12 на 5 дно 10 на 10 фиксатор 9 на 9 крышка 15 на 15 еще раз девочки повторяю что на сайте любимого ком мы сделали набор полностью для этой шкатулки можно будет приобрести такая скалка в наличии есть на сайте любимого ком а чем красить и сейчас ну вот девочки подсказали венгирка хочу пряничную сказку девочки еще не разыгрывали как добились такого цвета бирюза и коричневый на венгирки живут желток дает грязный цвет потому что венгирку добавлен диоксид по размеру пряника показала только что ответила что такое белое налили это венгирка эфир сохраню сохраню если instagram не взбрыкнет но на случае если он взбрыкнет у меня есть запасной вариант не переживайте за счет того за счет чего он такой белый он не белой девочки он вам на камере кажется белый на самом деле она слегка желтоватая она она кремового цвета шуша я работаю идиуй нас возьми значит смотрите у меня на два желтка пошла даже меньше чем четверть чайной ложки ну вот столик вот столич когда у меня там было диоксида вот столько меньше даже чем четверть а рецепт этого айсинга девочки рецепт кусабельного айсинга я с вами поделюсь с удовольствием ну просто подружитесь со мной подпишитесь на мой аккаунт я никому они и напишите в директ хочу рецепт кусабельного айсинга и я вам с удовольствием вышлю я работаю на курином белке на свежем крахмал кукурузный да как называется эта форма для шкатулки девочки после эфира я у себя в stories выложу прямую ссылку на эти формочки хорошо анжела привет эфир постараюсь сохранить но у меня есть еще и запасной вариант на случай если instagram что-нибудь придумает какое количество вы замешиваете за один раз если венгерки то я всегда замешиваю ну столько сколько мне надо то есть на один желток мне сегодня после эфира просто еще работать поэтому я на два желтка сделала кусабельный айсинг я делаю четверть порции на один раз девочки рецепт на айсинг я вам дам подпишитесь на мой аккаунт и напишите мне в директ привет привет литва привет эфир постараюсь сохранить девочки вы рукой закрываете все девочки я поняла во втором эфире постараюсь сделать поменяю камеру насадка для цветков роза закрученными краешками огонь получается спасибо большое ясмин и как всегда на высшем уровне у девочки спасибо большое спасибо большое школа называется джинджер информация есть у меня на странице цветочки из айсинга как называется этот набор наверно за формочки спрашивайте в stories выложу я прямую ссылку на эти формочки жидким белым красителем можно красить венгерку замешиваете миксере такое небольшое количество айсинга до ручным миксером замешиваю планетарные у меня вообще только три белка берет вернее минимум три поэтому я ручным делаю спокойно девочки 59 минут меня сейчас выбьет я выхожу сохраняю эфир и переход перри захожу дальше и мы с вами работаем хорошо всех дом